Все будет хорошо. Итак, друзья, рассчитываем на 15 минут. Тема конфликты. Почему я начала эту тему развивать? Потому что, во-первых, читательница задала вопрос, поэтому вы можете всегда задать мне вопросы, которые вас интересуют. И второе, приходят ко мне клиенты и просят изменить своих мужей. И я бы рада, только я не волшебник, и не экстрасенс, и даже не телепат. Поэтому менять кого-то по фотографии не могу. Но я могу вам рассказать о конфликтах, чтобы вы сами могли немножко научиться направлять и разруливать их. Так вот, почему же в нашей жизни происходит таким образом, что мы встречаемся с человеком, с партнером, и сначала мы такие родные, сначала мы такие близкие, и у всех есть такой букетный период, когда все хорошо. Период идеализации. Но потом мы расходим, очень часто начинается период ссор. Почему же это происходит? Потому что мы входим, хотим мы этого или нет, мы входим в отношения с определенным контрактом. Такое, знаете, что это значит с определенным контрактом? Они берутся от наших родителей. Хотим мы этого или нет, но до семи лет у нас формируется психика. Таким образом, что мы учимся у внешнего мира взаимодействовать с ним. И поэтому очень часто мы не хотим быть, как наши родители, но просто у нас нет другого опыта. Понимаете? И не зря же говорят, что дети впитывают как губка. Почему? Потому что до семи лет механизм фильтрации у ребенка еще не сформирован. Что значит, границы между сознанием и подсознанием нету. Нету вот этой фильтрации, что хорошо, что плохо. Поэтому ребенок впитывает все, что происходит вокруг него. И хочет он этого или нет, но он впитывает модели, стратегии поведения, как мама относится к папе, а как папа относится к маме. Поэтому, когда мы вырастаем, у нас есть определенный контракт, как должен вести себя партнер по отношению к нам. Мы даже этого не осознаем и не понимаем, но мы ожидаем, что партнер будет вести себя определенным образом. Фишка в том, что партнер приходит в отношения тоже с контрактом, но они, сука, не совпадают. Вот в чем прикол. И тут начинается трэш. Вот простите за мой такой... Ну правда, потому что два человека взрослых таких встречаются в отношениях, пытаются создать свою вселенную, но каждый приходит со своим ожиданием, каждый приходит со своим контрактом. И тут начинается хрень. Тут начинаются как раз эти конфликты. На самом деле, я писала в прошлом посте про проекции. Проекции – это как раз вот эти ожидания. Это как раз, когда мы начинаем навешивать на партнера определенные мысли, намерения, которые не его, а наши на самом деле. И вот представьте, если перевести в метафору, то я захожу в отношения с такой лучом проекта, как проектор, у меня отсюда идут такие ожидания, как это должно быть. И партнер с этой стороны тоже со своим лучом, как это должно быть. Эти два луча встречаются, и не получается близости, не получается отношений, потому что там нет уже людей, там только есть проекции. Понимаете, да, о чем я говорю? Понятно пока? Кто-то улыбается. Вот, просто нужно как бы осознавать, как это происходит. И в начале эти проекции играют положительную роль, потому что они делают нашего партнера каким-то идеальным. Мы как-то начинаем приписывать ему разные черты, которые на самом деле не являются. Поэтому у нас так все классно. Но потом мы начинаем вот эту реальность видеть, как есть, и начинаются вот эти вот тыш-тыш-тыш конфликты. Так вот, как же исправить, как же разруливать эти конфликты? Ну, во-первых, во-первых, это знать себя и знать свои триггерные точки. Вот, например, в моем случае триггером являлось то, когда как только муж брал бокал вина, у меня сразу триггер, ага, он меня не любит. Ну, вообще, это же как бы, да, не... То есть нужно знать, какие слова, какое поведение вас выбивает из себя. Знать и не жить реактивно, говорить, а, ты виноват, ты дурак, ты, значит, меня не любишь, ты на меня не обращаешь внимания, значит, ты дурак. Ну вот, это, к сожалению, тупиковая стратегия. Но в этот момент, когда триггер срабатывает, осознать, а что именно меня сейчас задевает, что, как бы, вот это вот осознание, что сейчас со мной происходит. То есть немножко сделать шаг назад. Не реактивно жить, сразу начинать входить в конфликт, а, ты такой-сякой, а, значит, немножко... Да, эфир сохраню обязательно. Немножко делать шаг назад и просто, ну, как бы, немножко осознавать, что сейчас со мной происходит, почему я так злюсь. Это первый шаг — знать и осознавать. Второй шаг — не бояться быть искренним и признать, что я сейчас, ну, ступила реально, сейчас я не права. Не бояться говорить, ну, о своих чувствах, что мне сейчас больно, да, вот ты сейчас выпил вино, да, то есть сделать паузу, совершенно верно, сделать паузу и, ну, как бы, немножко осознать. И попробовать проговорить то, что я сейчас чувствую. Мне сейчас больно. Не обвинять, опять же, да, ты дурак, ты меня обидел, ты вот такой-сякой, а говорить про себя. Мне сейчас больно, потому что, ну, ты пьёшь. И у меня папа пил, и поэтому у меня сейчас ассоциация, что ты меня не любишь. Ну, как бы, что я не чувствую твоей любви. Вот я говорю о себе, я его не обвиняю. И вот в моменты искренности вот этот конфликт, он немножко оседает, он, ну, становится, появляется возможность его решить. Потому что, ну, когда диалог появляется, когда вы говорите о себе, о своих чувствах, что мне больно, да, вы, то появляется возможность снова соприкоснуться с человеком, снова создать эту близость и снова услышать друг друга. Потому что конфликт возникает, когда люди сталкиваются лбами и не слушают друг друга. А не слышат они друг друга, потому что они ожидают, что, ну, тот должен быть определённым, ну, вестись определённым образом, должен сказать определённым. И партнёр тоже ожидает. И поэтому лбами бьются, а толку нету. Вот, поэтому первый шаг назад, осознать. Второй шаг проговорить искренне и, возможно, даже в каких-то моментах признать, что, ну, я сейчас как бы, ну, признать свою неправоту. Да, вот, да, Оля, спасибо. Да, в конфликтах нужно говорить именно о своих чувствах, да, не обвинять. Потому что легче всего обвинить, сказать, ну, ты дурак, ты плохой. Но намного тяжелее сказать, что я сейчас как-то, как-то, как-то среагировала слишком много. Вот это сложнее. Но именно из этой стратегии появляется выход из этого конфликта. Вот. И следующий шаг – стараться не додумывать за партнёра. Мы очень много, вот эти вот проекции, они негативные проекции, когда мы начинаем додумывать за партнёра. Когда он поздно с работы пришёл, ага, не любит меня, сволочь, разлюбил, у него другая появилась. Но спросите, задайте вопрос, а так ли это? Ну, мне кажется, сейчас я чувствую там какое-то, мне не хватает внимания от тебя, вот ты пришёл поздно с работы. Ну, о чём, что случилось? Может быть, тебя задержали? То есть пытаться задавать вопросы, а не навешивать готовые ответы, как мы думаем. То есть говорить про этот конфликт, разрубливаться, когда появляется диалог. Женская психология, да. Ты задержался на работе, всё, значит, у тебя другая есть. Да-да-да. Ну, просто так проще, так, ну, вот нас многих так научили, так привычнее, что он виноват, значит, он должен решить. Ну, вот там просто мы силу сами у себя забираем, когда мы говорим, что ты виноват. Додумывать это постоянно. Вот, вот стараться, как бы сложно ни было, учиться, ну, говорить, спрашивать и говорить о себе. И тогда появляется диалог, появляется контакт. Когда контакта нет, сразу конфликт, ну, там, невозможно, так говорится. Но когда есть контакт, тогда как бы возможно. А что делать с контрактом? Его можно изменить? Да. Если вообще выбросить, или он всю жизнь с нами будет где-то в глубине. Если с ним ничего не делать, он у нас живет в глубине и нами руководит. Но не зря сейчас существует куча коучей, психологов, которые именно позволяют осознать этот контракт и изменить. Это возможно. Должен ли при этом идти... Значит, не то, что для тебя просто... Так, сейчас, секундочку. Должен ли партнер при этом идти на уступки? Вот, понимаете, когда мы, сейчас не успеваю на все вопросы отвечать, сейчас, подождите, должен ли партнер идти на уступки? Вот, смотрите, здесь важно задать себе вопрос. Что вам важно в отношениях? Быть правой или иметь отношения? Потому что, если быть правой, то значит, он должен идти на поступки. Он должен извиниться. Он должен исправиться. Он вообще, ну, как бы, он должен. Ну, чё ж, мы же вдвоем в отношениях. Это вот про, как бы, да. Но если вам важно все-таки сами отношения, а не быть правой, тогда, ну, лучше не ждать, пока он придет на поступки. Лучше самой осознавать и делать. Потому что, ну, опять же, ждать, пока кто-то что-то сделает, то, что мы хотим, можно всю жизнь и не дождаться. Там нету проактивности, там нету ответственности. Там мы перекладываем, ну, он же виноват, значит, он должен пойти на уступки. Вот, но, ну, понимаете, вот, как бы, тут нужно понять вашу мотивацию. Вам что важно, чтобы он извинился, пошел на уступки, или чтобы у вас отношения все-таки. Вот, еще любимая обидеться, молчать. Да, это вообще у меня тоже любимая была. Вот, кстати, когда он не прав, да, он типа, типа, моя проекция. Ну, получается так, он, значит, пьет вино. Я, у меня возникает проекция, он меня не любит. Я ему об этом не говорю, обижаюсь. Хлопаю дверью, не разговариваю, все, сижу, молчу. Значит, он, значит, ломится в мою дверь, пытается выяснить. Я, как бы, как этот партизан, молчу. И что? И что в этом хорошего? Что, как бы, и день, ну, проходит зря, может быть, даже два, и, ну, конфликт разрастается. Может быть, я там проглатываю эту обиду как-то через зубы, начинаю разговаривать с ним. Он тоже как-то через зубы. Такой второй, третий, третий день, и все, мы разосрались уже под конец. А если отмотать назад и спросить, а что сейчас со мной происходит? Почему я так злюсь? Почему, что я чувствую? А, я чувствую, потому что, мне кажется, он меня не любит, да? Почему, потому что он, как бы, и начать говорить об этом. Мне сейчас больно. Да, вот, как бы, я уже начинаю повторяться. Вот, надеюсь, вот, да, понятно, что я говорю. И, вот, последний момент... Hi, hi, everyone. Sorry, it's again on Russian. On English, yeah, seems like I'm not having... Прямые эфиры. Leave video. I'm sorry, guys. То есть, и третий, ну, последний пункт, это вот как раз про то, чтобы развивать мудрость в отношениях. Зрелость. Это называется зрелость в отношениях, когда ты стараешься не быть все время правой, доказать свою правоту, а узнать другого человека, ну, его мотива, найти вот точки соприкосновения. Нет, говорят, молчание золото, нет. Это, может быть, наши отголоски наших родителей, золото, но только диалог рождает здоровые отношения. Только когда мы говорим искренне о своих чувствах, тогда возможен какой-то контакт. Так, не успела, Юль, прочитать. Важнее, чтобы милые в отношениях делали маленькую медитацию. Юли, семья, я все прощаю. Ну, прощать, принимать, это классные слова. Если только мы не запихиваем свою злость куда-нибудь по самое не хочу. Потому что если мы запихиваем эту злость по самое не хочу, она в любом случае выходит другим способом. Или через какую-то истерику, или через какой-то спазм в теле, но она бесследно не проходит. Поэтому говорить, это лучше всего, когда мы не оставляем себя, а проговариваем. И тогда мы делаем и для себя хорошо, и для наших отношений. Ну, тоже нужно иметь правильную форму, чтобы не просто орать, да, там, мы тоже с клетками говорим на эту тему очень много. Ну, форму выбирать правильную. Ну, вот если на вашем примере вы говорите мужу, что вам больно, а он ничего с этим не делает, потому что ему нравится пить вино. Разве это не значит, что ему наплевать наши эмоции? Вот. Хороший вопрос. Классный вопрос. Смотрите, это же моя проекция. Это моя проекция, что я считаю, что он меня не любит. А разве это так? Для француза пить вино, это очень полезно. Это хорошо для здоровья. То есть в его мире вообще нету такого «я пью, значит, я ее не люблю». Нету, ну, как, не существует. Но в моем мире существует. Значит, кто должен как бы что-то с этим делать? Он в чем мире это не существует? Или я? Проекция живет в моем мире. Легче всего сказать, что, ну, что ж ты не слышишь мои чувства, что ж ты не понимаешь, что ты мне делаешь больно, давай прекрати. Но это не его проблема, это не его проекция. Он не понимает, о чем вы говорите. Это моя боль, это моя проекция. Значит, только я могу с этим что-то сделать. А как я могу с этим что-то сделать? Но если я не могу сама осознать, почему мне так больно, значит, я ищу поддержку, иду к своему гиршоттерапевту, иду к своему коучу, и докапываюсь до сути, что меня так сильно, сука, бесит. Извиняюсь, конечно, за это. Ну, правда, если я сама не понимаю, а часто я сама не понимаю, и я уже много раз говорила, что у меня есть свой гиршоттерапевт, которым я работаю два года, и у меня продолжают до сих пор иметь, есть в своей жизни триггеры, которые меня выбивают. И в тот момент, когда я не могу справиться со своей злостью, но понимаю, что это не о нем, обо мне, я иду за поддержкой на сессиях, мы разбираем, в чем причина, меня отпускает. Просто в тот момент, когда мы понимаем, что это за проекция, почему она меня так дергает, претензии к другому человеку исчезают, их там нет, потому что это моя проблема, действительно. Понимаете? Правильно, в отношениях необходимо общаться, иначе от недосканализации рождается недоверие друг к другу и приводит к распаду. Конечно, когда мы не проговариваем свои чувства, вот эта стена, ну как бы, вот эти две проекции, два луча встречаются, и такая стена нетопонимания, недоверия как бы растает, потому что там нет людей уже, там только проекции между собой. Понимаете? Вот, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Еще какие-то вопросы есть? Или у матросов нет вопросов? Вот, друзья, поэтому, как бы, знаете, когда многие говорят, что, типа, вот, ну, я могу сама справиться со своими ситуациями, да, безусловно, на каком-то уровне да, но если вы, ну, хотите находить, ну, видеть действительно суть, потому что это же все из нашего подсознания, наше подсознание руководит нашим, нами, 90% случаев нами руководит наше подсознание. Как раз в подсознании зарыты все эти договоры, все эти какие-то ожидания. И в подсознание самому можно попасть только, если вы сидите в позе лотоса, в медитации, и медитируете, вот Випасна, которая проходила два раза, вот на шестой день молчания, когда вы с утра до вечера медитируете, то есть по 10 часов вы медитируете, тогда вы можете, значит, ну, погрузиться в свое подсознание, Это действительно техника, придуманная Буддой, чтобы проникнуть в своё подсознание через медитацию. Но вам нужно отсидеть всего лишь 60 часов медитации, чтобы попасть в своё подсознание. Вот это специально есть випассана. А если у вас нет желания медитировать, если вы не можете, то в подсознание вы сами-сами не отправитесь, никак вы не попадёте, понимаете? Потому что там стоят, ну, полицейский такой, между сознанием и подсознанием, у нас находится полицейский, который защищает нас. Если бы мы всё время могли так беспрепятственно попасть в своё подсознание, то мы бы с ума сошли, потому что у нас такой там пиздец, что просто мама не горюет, понимаете? Сами мы туда не можем, потому что у нас защитные, наши сами защитные реакции останавливают нас от этого. Поэтому специально существуют обученные специальные люди, которые очень бережно помогают как бы осознать, что у нас там в подсознании не работает. Вот. Так что вот такие дела. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Вопросов нет? По-моему, я нашла, где копать. В чём суть моего недовольства мужа? Надо будет прописать. Спасибо. Здорово. Вот. Можете, кстати, фрирайтинг. Вот. Тоже хорошее упражнение, чтобы как бы немножко начать осознавать, что с вами происходит. Спасибо большое за ответ. В мире моего мужа, как оказалось, нормально материться и бухает с друзьями в Новый год. Поэтому мне сильно нужно над собой работать. Да. Нам нужно всем над собой работать, друзья мои. Не только вам. Мы все, знаете, поле непаханное всяких разных ништяков. Поэтому, да. Чем больше над собой работаешь, тем больше становишься уверенным. Как-то вот как бы опору на себя появляется. Тогда другие как бы уже не так сильно нас трогают. А если у меня проекция или какие-то недовольства свекрови, то мне тоже лучше с собой разворачиваться. Конечно. У вас свекровь является триггером. Она для вас что-то такое, ну, что-то вас задевает, что вас раздражает. Поэтому, конечно же, хорошо бы поработать над своей реакцией к свекрови. Что именно она вас раз... Ну, короче, чем она вас бесит? Вот. Подумайте, пожалуйста, чем она вас больше всего бесит? Вот. Просто я точно знаю, что он меня любит. И мы все осуждаем. Но когда я наталкиваюсь на реакцию, которую не понимаю и не получаю на нее ответов, я предпочитаю смотреться на мире. Ну, да, это хорошее, конечно, намерение. Только куда девается ваша обида, ваша злость? Вот какие чувства он вас провоцирует? Куда это все девается? Это же все бесследно не проходит, к сожалению. Это вот где-то оседает потихонечку, а потом вот они продолжают расстраиваться. Ну, вот это тогда вытеснение. Вот это вот вытеснение. Вот он меня обидел. Вместо того, чтобы обижаться, я вот это как-то вытесню. Вот эту боль, агрессию куда-нибудь засуну. А потом, ну, пусть там посидит. Но она просто все равно каким-то образом выйдет. Не через рот, через попу, простите. Через какой-то бок она все равно выйдет. Мы так устроены, понимаете. Хотим это или нет, она все равно выйдет. Вот. А если отношения полная идиллия? А, не успела. Наталья, спасибо, мне повезло с мужем. Он умеет вести диалог, изобретать проблему. А мне проще обижаться, молчать. Он знает, что лучше получится обереждать. Ну, учитесь разговаривать. Это так ценно в наших отношениях. Учитесь вести диалог. А если свекров не бесит, а вот ты ее бесишь. Можно проработать. Других людей, ну, привозите свекровь. То есть по фотографии проработать свекров не можем. Но если она придет на сессию, мы сможем ее проработать, если она этого захочет. То есть вы ее раздражаете. Вы уверены, что... А вы так, когда вы ее раздражаете, что вы при этом чувствуете? Ну, есть, ну, как бы вот... Вы же тоже при этом что-то чувствуете, когда она вас... Ну, вы ее бесите. Вы ее раздражаете. Так, мне это учить из-за своих контрактов. Так, Ленчик, привет. Чем сильнее наше желание изменить близких, тем больше сопротивления будем получать. Сто пудов. Абсолютно. И это вообще дорогам никуда, потому что другие не меняются никогда. Вот просто запомните этот большой, простой закон. Наталья, благодарю. Здоровье и вашим детишкам. Спасибо вам огромное. Вопрос можно пролистывать пальцы. А, спасибо вам большое. Слушайте, я не знала. Благодарю вас. Видите, я еще не продвижная. Продвинутая. Вот, вот. Спасибо. Тогда листаю. Так. Если отношения к полной неделе, а интима, близости нет, остыли. Как быть? Хорошая тема. Большая. Нужно об этом поговорить. Ну, нужно посмотреть, играете ли вы в игры. Вот, если коротко, то вот, играете ли вы в игры. И игры могут не только сексуальные быть, игры могут быть разные. Просто вот в этой игре может появляться какой-то такой, знаете, интерес. Ну, в общем, можно провести на эту тему эфир. Я, конечно, вот в этой теме не совсем эксперт, но могу просто поделиться опытом. Как, в общем, нужно играть, если совсем коротко. Так, у меня, а мне проще обижаться. Так, это я говорила. Если я отстаиваю свое право на отказ, а муж его не понимает, начинает сыпать упреками. Так, Лилия, а как быть, если я отстаиваю свое право на отказ, а муж его не понимает, начинает сыпать упреками. Начинает. Ну, пусть сыпет. Это же его проблема. Ну, если вам главное отстаивать. Значит, может быть, или вы так отстаиваете, что он не слышит вас. Может быть, там, знаете, есть такая нетвердая позиция, потому что если я сказала нет, да, вот четко, блядь, нет, то все, чувак отстал. А если я говорю как-то, ну, нет, как-то вот, ну, вот, нет, то вот, может быть, он как-то вот в этом смысле. Вот, ну, можно исследовать, конечно, интересно посмотреть. Ну, вот первое, что приходит, это вот, наверное, нежесткие границы, может быть. Ну, это, конечно, первое такое. Можно про... Ну, про свекровь я тоже говорила, что какие чувства она вызывает. Так не он обидел, я же сама обиделась. Ну, вот, значит, нужно из своей обиды выходить. Юлия говорит, так не он обидел, а она же сама обиделась. Так, друзья, я, короче, чтобы не потерять с вами контакт с играми. Ага. Так, я чувствую, что атмосфера накаляется, ухожу, чтобы не продолжить накалять атмосферу свекровью. Ладно. Это я не о себе, а в целом отклею это, как сказать. О том, как мы будем вместе. Мужчина живет в другой стране, как начать разговор о том, когда мы будем вместе. Друзья, вот, как бы, ну, вот такие вопросы сложно, нужный, как бы, контекст, да. Что это значит, живет в другой стране, как начать разговор о том, как мы будем вместе. Ну, вот так и начать. Спросите, дорогой, мне важно понять свое будущее. Мы будем с тобой вместе или нет? То есть, чем искреннее вы в своих отношениях, тем проще договариваться. Потому что, ну, взрослые люди, они способны говорить, ну, о своих чувствах. Если вы пока, ну, вам сложно, нужно учиться. Вот. И так и говорить, когда мы будем с тобой вместе. Мне важно сейчас это прояснить. Вот. Да, сейчас начала выстраивать границы. Вот. Вот. Раньше уступала, Лиля говорит. Окей, друзья, спасибо большое, что научили меня листать комментарии. Я в следующий раз буду их листать и отвечать в реальном режиме на ваши вопросы. Спасибо огромное, что пришли. Надеюсь, все было полезно. И до встречи в следующую субботу. И предлагайте темы эфира. Ну, всегда рада вот обсуждать. Про игры можно поговорить, да. Ну, наверное, уже не буду вас отвлекать, так как планировала 15 минут. Вам хороших выходных. И вот, чудесного, чудесной, чудесной субботы. Обнимаю вас. Спасибо. Пока-пока. Спасибо.